Качество сырья, ее взаимозаменяемость. Мастер производственного обучения Умида Хамралиева проводит урок по поварскому делу. Слушать надо внимательно и желательно записывать, чтобы перед практической частью была возможность повторить основные правила работы на производстве. Повар – не единственная профессия, которую можно освоить в исправительной колонии номер 6. Осужденных здесь обучают основным дисциплинам по 17 специальностям – сварщики, электромонтеры, пекари и даже парикмахеры. Теория совмещается с практикой, для того, чтобы это больше усваивалось и было правильно. По окончании обучения выдаются дипломы, сертификаты, то есть в зависимости по направлениям деятельности. Ни один осужденный не освобождается с места лишения свободы без профессии. Практическая часть занятий проходит на территории цехов, где производство фактически не останавливается. К примеру, отсюда ежемесячно на экспорт отгружают до двух тонн стирального порошка. Это стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству исправительного учреждения с Новосибирским заводом бытовой химии. Поставка сырья для производства моющих средств позволила увеличить штат работников до 60 человек и замотивировать их достойной заработной платой. Деньги заключенным необходимы для погашения счетов по исковым обязательствам и помощи родственникам. Также деревообработка, металлообработка, сборка и изготовление пластиковых оконных конструкций. Любой вид производства, в принципе, мы можем освоить. Плодотворная работа велась в шестой колонии и в период пандемии. Заключенные шили маски и медицинские халаты. Сегодня для наших бойцов, выполняющих спецзадачи в зоне СВО, осужденные изготавливают казарменную мебель и шьют обмундирование. Ежедневно в цехах работают 210 человек, которые полностью обеспечивают себя одеждой. Завтрак, обед и ужин заключенные также готовят себе самостоятельно. Трудовая адаптация, она, конечно же, дает такой положительный сдвиг, что человек думает больше, побыстрее, чтобы освободиться. Когда человек занят, он меньше думает о плохих каких-то вещах. То есть, тем самым, он уже с самого начала начинает адаптироваться к тому, что он будет находиться уже где-то в нашем социуме. Для взаимодействия с органами муниципальных образований и структур сотрудники шестой колонии сегодня провели рабочую встречу. Обсуждалось как расширение и география поставок товаров на экспорт, так и заключение госконтрактов, которые позволили бы исправительному учреждению увеличить заказы и выйти на более масштабный уровень работы. Не исключено, что в будущем товары, производство которых идет в колониях Самары и области, будут заказываться общеобразовательными, культурными и общественными организациями региона и города. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События.